Фильм, который вы сейчас увидите, стал результатом сотен интервью, которые мы проводили. Мы проводили это в районах боевых действий. Мы проводили это интервью с людьми, которые, начиная с 2014 года, считали нынешний киевский режим нелегитимным. То, что произошло в 2014 году, это антиконституционный переворот, кровавый переворот, который, безусловно, организовали при участии Соединенных Штатов, при участии Европы, организовали те люди, которые не хотели бы, чтобы на Украине жили русские люди, жили в согласии различные этносы, чтобы люди, которые говорят на украинском и на русском языке, понимали друг друга и спокойно жили вместе на одной и той же территории. Как и было, собственно говоря, во времена Советского Союза. Ведь не возникал вопрос, кто говорит на украинском и кто говорит на русском. Люди прекрасно понимали друг друга. Сейчас те неонацисты, которые пришли к власти Киеве, сеет ужас, террор, гонение на русских людей, гонение на православие. Ну и, конечно, единственная возможность прекратить это было, это было начало специальной военной операции. Мы понимали, и Россия понимала, что то, к чему идет, это, конечно, направлено против русского народа, против русских людей, русскоговорящих людей, даже вне зависимости от того, кто они по национальности. Ну и, конечно, мы понимаем, что специальная военная операция в условиях того, что Запад толкал украинский режим к тому, что сейчас происходит, она была абсолютно неизбежна. Сейчас те интервью, которые мы провели, они только подтверждают нашу точку зрения, только подтверждают, что это было необходимо сделать. Было необходимо прекратить ту гражданскую войну, которая шла на Украине с 2014 года, и те, так, кампанию террора, которая была развянута киевской властью. Скажите, что делали украинские военные или нацподразделения АЗОВ? В общем, нам угрожать начали сразу. Пришли на шестой, сказали, вы метайтесь со своих квартир, сейчас мы ваш район будем равнять с землей. Мы ответственности за ваши жизни несем. Нам пришлось, но открыли огонь, пока мы еще не вышли из квартир. Ночью наших домов не стало. Скажите, а кто это? Это ВСУ или АЗОВцы? Это были и укропы, и АЗОВцы, и нацгвардия. Они там все были вместе. Вот они выгоняли вас из квартир? Или как это было? Выгоняли из квартир. Не знаю, мародерство было, но мало случаев. Они были неадекватные. Они были в состоянии наркотического опьянения, нет? Да. У нас очень много разбросанных было шприцев использованных. Взгляды у них были неадекватные, стеклянные глаза. То есть употребление там явно присутствовало каких-то препаратов. Попробовали что-то им говорить, нет? Конечно, мы плакали, стояли на коленях, просили, чтобы между нашими домами не ставили танки, пушки, минометы. Ну, в общем, они ставили, отстреливались и переменяли место. Ну, то есть подставляли наше население под удары. И сами производили то же самое, такие же действия. Видели ли какие-то случаи, когда украинские войска или нацподразделения сами дома уничтожали, стреляли у людей? Да, видела, у нас сидел снайпер недалеко в доме по нашему району и именно отстреливал детей малолетних. То есть семьи, когда покидали дома, бежали, в первую очередь убивал детей трех-пяти лет. Потом убивал родителей. Родители не в состоянии были, дети были без рук, без ног. И эти снайперы вот именно выходили и смеялись. Ну, вот, да, человек вышел, там вот подошел, там этот солдат в СССР, что-то там спросил, и кричи слова Украине. Он говорит, не буду, кричи слова Украине, не буду кричать. Вот, ну, все, взяли и расстреляли. Ты сепаратист. По-видимому, никакой ответственности за это нет. Потому что, ну, может, не считали нас уже, ну, если последнее время послушали, что да, нас надо защищать, потому что мы все сепаратисты. И женщины, и дети, и мужчины все. Мы вот это все время жили без воды, без света и без воды, ой, без газа. Газ в мае, в августе отключили свет и потом воду выкуривали из города. То есть украинцы просто выживали, население? Да, в полном смысле слова. Просто выживали. Чтобы потом спокойно можно было выносить из домов, ну, и делать все, что хочешь. Мы им там мешали. Когда другие пришли, тех, кого они там называли последними словами, вагнеровцы, и они нас прикрывали своими телами. Значит, 22 июля в 3 часа ночи украинские вооруженные формирования в очередной раз обстреляли населенный пункт Хорошая Луанской Народной Республики, применив американскую систему залпового огня «Хаймерс». Всего противник выпустил 6 ракет. В результате данного обстрела пострадало сельскохозяйственное предприятие в населенном пункте Хорошая, а именно был поврежден ангар сельскохозяйственной техники, гараж, мастерские и зернохранилище. В анализе на месте обстрела представители СКК обнаружили места попадания 6 ракет. С места разрывов изъяты характерные фрагменты корпуса американских ракет «Хаймерс» и боевые поражающие элементы, которые однозначно идентифицируют применение этих систем американского производства. Начали пушки, эти самоходки. Просто заехала в сад самоходка в последний раз, которая стреляла по городу. Это было уже ближе к сентябрю. Самоходка, потому что стояла три «семерки» за кладбищем где-то, я не знаю где. Это зараза. Она сама расстреляла свой блокпост. Я еще и думаю, куда она стреляла, как упорола там 2-3 раза. Расстреляла свой блокпост на Красном Селе. А я говорю, совсем с ума сошел. Или, может, это там русские стоят. Нет, они сами провокацию сделали. Сами сказали, что это русские расстреляли нас. Вот. То есть потом СМИ приехало туда? Конечно, бляха-муха. На блокпосту все сняли, это русские стреляли. Охренеть. Просто стреляли совсем снизу, возле кладбища. Ну, как раз, просто оно совсем у нас рядом все там находится. Два района там. И выше Поповый лес отделяет нас. И как раз уже пошла высота сразу. Квадраты сейчас как раз. Это район называется. Ну, все фигня. За самоходку. Заехала в сады. Я слышу ночью своей жене. А еще окна, ну, лето было. Потому что окна открытые были. Слышу, рычит. Как проезжает мимо наших домов. Ну, может, повыше по улице. Куда же она, скотина, поехала? Не танк, а именно звук другой. Ну, что, она доехала до садов. Там начинаются у нас кварталы садов. Опытнянских. Через столок переехала там. Стала. Как начала лупасить по городу оттуда. Ну, что, в тот день сгорела этот... Там у нас часы, башня, часы. Прямо в центр города. Разбарабанила. Сгорело все. Бизнес-центр. Бизнес-центр. Только что был прилет одного раненого. Увезли в госпиталь. Это вот воронка от предположительного снаряда Хаймерс, который прилетел на парковку по улице Артема. Один молодой человек 2005 года погиб. И одному посекло много. Его увезли в госпиталь. Преступники и подлецы. Я не знаю. Нам жизнь и так такая короткая. Зачем же еще убивать всех? Примерно в 17 часов был прилет на улицу Артема к киевскому району города Донецка. Предположительно, это РСЗО Хаймерс. Все осколки и фрагменты снаряда будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. Также по данным предварительным имеется два пострадавших и один погиб на месте мужчины 2005 года рождения. Дело все в том, что до 24 февраля 2022 года подавляющее большинство людей в нашей стране вообще не очень понимало, как все устроено именно в Донецке и в Луганске по вектору отражения возможной агрессии. Но, как мне кажется, опыт там накоплен достаточно большой и, в принципе, при известном желании проанализировать его вполне себе возможно. Я исхожу из очень верной оценки Дениса Пушилина, исполняющего обязанности главы ДНР, который с цифрами сказал, что 500 километров должна быть эта зона. Вот из этого нам нужно исходить, потому что очевидно, что в том формате террористическом, в каком ныне существует Украина, действительно отодвигать придется максимально долго. У меня ощущение, что вот до тех пор, пока Запад будет настраивать Украину воевать вплоть до последнего украинца, пока Запад будет продолжать накачивать Украину бесконечно оружием, а мы видим именно этот процесс и никакой другой, вероятнее всего, да, действительно придется бесконечно отодвигать вот эту вот санитарную зону. А никакого другого варианта нету, потому что, извините, иначе они будут убивать русских людей. А у нас есть конституция в стране. Собственно, Владимир Владимирович на встрече с блогерами еще раз подчеркнул, что мы действуем по законодательству. Конституция – основной закон жизни нашего государства. Соответственно, мы должны будем исходить из этого. Я служил в 36-й бригаде морской пехоты. Разведчик на матрос, на должности разведчик номер обслуживания технических средств народа. Скажите, пожалуйста, были ли вы свидетелем военных преступлений? То есть, когда военнослужащие вашей бригады или других подразделений расцеливали мирных жителей? Да, был. Он был заступал на позицию, получается. Нам сказали прийти занять позицию, наблюдательный пост. Возле… на проспекте, Никопольского проспекта, возле Ильича находился. Четыре человека. Мы туда пришли. У нас старший был лейтенант Костенко. И потом пришел сержант, сказал, что от штаба пришел наказ. Дали наказ, что всех стрелять, кто попадется из мужчин, потому что работает ДРГ. И потом начали гражданские переходить дорогу и сослуживцы, начали стрелять у них. Переходил один мужчина, лет 38-40. Я передал старшему, Костенко, старший позиции. Он сказал стрелять, я выстрелил его. То есть, получается, вы его застрелили? Так точно. А ваши сослуживцы стали переходить гражданские, вы сказали, они тоже застрелили? Да. Это были мужчины? Мужчины, только мужчины. Только мужчины. Вы досмотра проводили их потом? Никак не. Нет, просто они там и остались лежать? А когда это было примерно? Это примерно было 18 марта. 18 марта. А что-то можете сказать о том, что военнослужащие занимались мародерством или грабежами? Что-то знаете об этом? Ну, 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 каждое подразделение занимались мародерством. Ездили, ну, скрывали от обед, грабили продукты, торговые центры скрывали. Матрос, стрелок 36-й бригады и морской пехоты. А подразделение? Рота снайперов. Рота снайперов. Скажите, пожалуйста, были ли вы свидетелем того, что военнослужащие вашей бригады или АЗОВ, ну, и другие занимались расстрелами мирных жителей? Видел раз, как наши бригады из разведрота стреляли в машину гражданскую. Когда она уезжала, мы встали на блокпосту, машина начала ехать навстречу, увидела нас, резко развернулась и начало движение в противоположном направлении. С подразделения разведроты сели на Хаммер, два человека, на котором был установлен ДЖК, поехали и начали открывать обладь по машине. Вот когда они поехали на Хаммер и расстреляли машину с пулемета, они потом осмотрели машину, кто там был? Не могу знать, они мне не докладывали. Не докладывали? Знаю, что сказали, что машина, все, в решеток, как они сказали. Ну, с ДЖК, это неудивительно. Так точно. Необходимо было остановить насилие на Нонбассе, остановить гражданскую войну, которую Запад развязал руками своих киевских выкормышей. Как это сделать? Ну, конечно, желательно путем переговоров, без кровопролития. Но, как сейчас понятно, это было совершено невозможно. В общем-то, тогда были большие сомнения, что те, кто залил Украину кровью в целях разрушения геополитического равновесия, как-то согласятся это равновесие обратно воссоздать. Так и получилось. Переговоры не дали никакого результата. Одна страна не хотела прекращать убивать, насильничать, разрушать. А что делать в этой ситуации? Как остановить преступника, который вошел во вкус, кому нравится убивать, кому нравится насилие? Только путем применения силы. Ведь в жизни именно так поступают силовики, которые именно силой убеждают преступников прекратить преступление. Или преступников уничтожают. Так вот, специальная военная операция – это и есть вынужденное применение силы российским государством для того, чтобы прекратить многолетние преступления киевского режима на территории Донбасса. Но ведь киевский режим и его западные покровители не собирались ограничиваться преступлением на территории Донбасса. Дальше не собирались идти возвращать, как они говорили, к рейду. А это значит, что воронка кровопролития должна была неизбежно затянуть себя и Россию. Поэтому специальная военная операция – это неизбежное применение силы для того, чтобы избежать возможности преступнику совершать преступление дальше. Ну, где-то около 11 часов дня сегодня прилетел. Ну, похоже, снаряд ограда разорвался и осколками побил тут несколько домов. Несколько домов, то есть и ваш дом, вы тоже здесь живете? И наш дом, соседский дом, провода порвало. И вот здесь вот что-то упало у нас, место прилета. Как раз видно, и вот там вот, посекло осколками. Это какой район у нас? Куйбышевский район. Куйбышевский район и улица… Куйбышевский район. Улица Ванникова. Я вижу, вот вы уже заделали… Да. Все это? Три окна. Все три окна у вас вылетели. А осколки какие? Покажите, пожалуйста. Ну, вот это, да, Терсозовоград. И, как я понимаю, здесь только мирные жители, никаких военных, ничего. Музыкальная школа. Музыкальная школа. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, зачем они вот уже столько времени обстреливают мирных жителей? Трудно поднять логику этих нелюдей, скажем так. Девять лет обстреливают, это уже не первый прилет, уже и в 15-16 прилетали к тем соседям. В 15-16 прилетали. Сюда было в 15-м году, прям между четырьмя домами попал, 152-й снаряд. 152-й. А с начала спецоперации, это первый прилет? Ну, лично мы пострадали первый раз. А так прилеты, я говорю, что одни соседи пострадали, здесь сразу четверо пострадали. Там были прилеты, тоже четыре дома пострадали. Довольно часто. Можно ли было избежать этого сценария со специальной военной операцией? Дискуссии будут очень долго. С моей точки зрения, можно было выйти на это тяжелое решение несколько раньше. Можно было выйти несколько позже. Ну, условно говоря, можно было начать 23-го февраля, а можно было бы 25-го. Но само по себе решение назрело и перезрело. Вопрос о возможности иного сценария, я думаю, будет беспокоить нас еще долгие десятилетия. Я хотел напомнить, что вопрос о том, можно ли было избежать или нельзя было избежать участия Советского Союза в Великой Отечественной войне, обсуждается, ну, где-то с 41-го года и вот по текущие дни. И никакого единства по этому вопросу нет. То есть по-прежнему существуют люди, которые уверены в том, что можно было бы как-то договориться, пить баварское, да, мы даже понимаем, о ком идет речь, пить баварское, закусывать сосисками, и все было бы хорошо. Да, таких людей меньшинство. Было всегда меньшинство. Сейчас их стало еще меньше, чем 10 лет назад или 15 лет назад, но они есть. Ивский режим рассчитывал на свою абсолютную безнаказанность. Ну, когда стало это ясно? Я выскажу свое мнение. Вот когда после теракта в Донецке они сказали, что это кондиционер взорвался, все, всем все стало ясно, на мой взгляд. Более того, стало ясно нашим врагам, кого они, так сказать, прикормили, подкормили, откормили и так далее, и так далее. Но их позиция вполне понятна, она прагматичная позиция. Они вырастили зверя, зверь должен пойти туда, куда ему сказали, и сделать то, что ему нужно сделать. А дальше вопрос абсолютно другой, что будет со зверем после того, как он выполнит свою задачу. Зеленский, наверное, как Горбатый в известном фильме себе три века намерил, но понятно, что он не нужен в любом варианте. И во варианте абсолютно очевидного поражения, и во варианте ненаучно-фантастической победы. Его спишут в любом случае. В Славянске были большие, как бы сказать, преступления со стороны Украины. Они закидывали город фосфором. При этом страдало очень сильно мирное население. Много детей было задето этим всем. Приходилось оперировать там, в больницах. Очень много деток. Как вы понимаете, фосфор, он является не только прожигающей силой, так еще и химически дышать им нельзя. Это когда было? Это был 2014 год. То есть в 2014 году они обстрелили фосфорными боеприпасами, которые запрещены? В женской конвенции, да. В женской конвенции, тем более применение по мирным гражданам. Да, они именно этим и занимались. Они били не только по позициям, а еще и по мирному населению. К сожалению, по истечению длительного времени уже многие забыли, что преступления против русских граждан со стороны Украины начались еще в 2014 году. Мы все прекрасно помним, я как силовик прекрасно знаю, как страдали наши ребята русские, те же самые Беркут, которые и гибли, и, скажем, терпели все измывания вот этой вот хунты, которая в результате государственного переворота пришла к власти, измывалась над теми, кто, по сути, должен был защищать закон, правопорядок. Но ситуация начала развиваться совершенно по другому сценарию. Но, к сожалению, госпереворот состоялся, и начались те события трагические, которые, ну, скажем, очень сильно повлияли на судьбу жителей Донбасса. Все мы помним Славянск, когда был сделан первый выстрел со стороны украинских боевиков в сторону мирных граждан. Есть такая пословица, что сначала стреляют в своих один раз, потом уже стреляют в чужих. Действительно, Донбасс был не против жить в составе Украины, но хотел был быть услышан. К сожалению, этого не состоялось, и мы пошли по своему пути. По истечении очень длительного времени мы натерпелись очень сильно от вооруженных формирований Украины. Было убито огромное количество детей, пострадало, ну, просто колоссальное количество мирных граждан, было разрушено огромное количество городов, разрушена инфраструктура. И вот на протяжении всего этого времени до специальной военной операции мы жили в этом аду. Действительно, это был ад для наших граждан, поскольку у нас не было, по сути, никаких прав, у нас не было никакого экономического развития. Нас даже, несмотря на пресловутые Минские соглашения, никто не слышал, и все делалось лишь только по указке Запада. Сейчас, с началом специальной военной операции, несмотря на то, что действительно было все очень сложно, действительно пострадало огромнейшее количество еще мирных граждан, но наши жители вздохнули с облегчением. Потому что мы уже признаны, потому что мы уже в составе Российской Федерации, то, к чему шли на протяжении очень длительного времени. И сейчас, по сути, та специальная военная операция, которая проходит на территории Украины, она защищает не только нас, жителей Донбасса, но и, по сути, тех граждан, которые проживают на территории Украины. Сегодня прилетел снаряд вот оттуда. Там Первомайская Орловка, украинские нацисты там стоят. Плюс еще Карловка недалеко, там тоже украинские нацисты. Но могли еще стрелять с Мымриков, там тоже стоят украинские нацисты. Правый сектор, батальон Азов, Транада, Днепр. Это все там они стоят? Они там стоят, да, они воют, и наемники тоже. Вот, пожалуйста, мина или что-то, не в курсе дела, не военный человек. Вот, она сегодня вошла в 52-ю школу. Слава Богу, что тут дети не учатся. Если бы учились, были бы жертвы. Вот так. Да, вошло. Вошло. А вылетело. И взорвалось вот здесь. Вот здесь. Вот это. Вот здесь взорвалось. Украинские нацисты, они военные преступники. Они обстреливают школы, детсады, мирных жителей. Конкретно здесь, на Азотном, за время конфликта с 2014 года погибло около 25 человек мирных жителей, плюс двое детей. Стреляют украинские нацисты, стреляют намеренно и совершают военные преступления. Закончится война, трибунал, обязательно трибунал, и должен он проходить здесь, в Донбассе. Последний отряд, карательный мы его называли, который приехал, они заняли только те дома, где были мирные люди, и там были оборудованы огневые точки. Только там пустые дома их не интересовали. Сами же они выбрали себе один дом, где они ночевали. На следующий день были разбиты абсолютно все целые дома в селе. Остался только один дом, где они ночевали. Огневые точки были там, где мирные люди, и не важно. Были там дети, не было там детей. Это все не учитывалось. Мирное население было загнано в подвалы и больше не выпускалось ни за водой, ни в туалет, ничего. Если ты высовывал голову из подвала, по тебе была сразу автоматная очередь. То есть нельзя даже было попросить, можно мне выйти, взять баклажку с водой, чтобы напоить ребенка. Но этого нельзя было. Нас наказывали за буржуйки. Если они видели дым из подвала, буржуйки у людей были установлены, то это был моментальный прилет на подвал. Рядом стоял минометный расчет, и по рации ему дают координаты для обстрела. А он по-украински скажет, то это же центр города. А ему повторяют. А рядом стоящий военный ему говорит, то бе за шо гроши платит. То бе сказал и стреляет. Значит стреляет. По центру города? Да. А когда это примерно было? Для нас каждый день как месяц. Ну примерно было, грубо говоря, месяц с немногим назад. То есть конец февраля, 20-е числа. Да. Российские военные стояли на горизонте, там где Харьков, Ростов. С другой стороны, где памятник самолету, западный микрорайон, там их еще не было. Ну в центре их тем более не было. Ну в центре не было. Практика показала, что попытки задабривать, умиротворять нацизм, они ни к чему хорошему привести не могут. И они, собственно, ни к чему хорошему и не привели. То есть попытки части, там, в смысле российских элит, договориться с западом, они закономерно закончились ничем, провалом. То есть минские соглашения оказались обманом. Я об этом писал с 2014 года, что они не будут выполнены, что запад не намеревается их выполнять, они будут использованы для обеспечения подготовки к войне. Так, собственно, оно и оказалось. Ну для той же элит, которая думала, что можно вернуться в 2007 год, как по Медведеву, то есть для них это все стало холодным душем. Они весь этот проект, похода на запад, привел в тупик. То есть никто там Россию не ждал. Но Украина используется как инструмент и плацдарм для агрессии против России, тем самым благословим западом, куда у нас часть элит стремилась всеми силами прорваться любой ценой, ценой всего, ценой будущего народа, ценой сдачи союзников, ну еще со времен развала СССР и святых 90-х. Сейчас там уже у большинства населения, у большей части элиты есть понимание, что эта страница перевернута уже. Но это не означает, что мы не будем продолжать платить определенную цену за 30-летний эксперимент с походом на запад. За это мы сейчас этот эксперимент кровью отхаркиваем, то есть это надо назвать вечно своими именами. А нацизм, который мы, собственно, позволили культивировать у своих границ, который фактически был инсталлирован на Украину западом, который при нашем попустительстве там вырос, окреп, и теперь мы используем, из-за этого погибают в значительном количестве, в том числе граждане России. Это тоже цена существующей политики на Украине. Соответственно, те люди, которые в свое время убеждали, что там украинские олигархи все контролируют, что там все хорошо, и делали ставку на разных медведчиков и прочих, то есть они как бы тоже несут ответственность за происходящее сейчас на Украине. Но понятное дело, что основной ответственность, конечно, несут США, которые сознательно и целенаправленно конструировали неонацистский режим на Украине вполне конкретными целями. И в нужный им момент они его активировали, нужный им военный сценарий в тех условиях, когда Россия не могла уже не отреагировать. Потому что все возможные красные линии были пересечены намеренно, сознательно и с полным осознанием всех последствий для России, для США, для Европы и, конечно же, для Украины. При этом последствия для самой Украины никого из операторов этих сценариев не волновало. Сколько бы ни погибло украинцев, сколько бы ни было разрушений на Украине, это операторов в процессе волнует в той же степени, как потери иракцев, афганцев, ливийцев, йеменцев. То есть, грубо говоря, не волнует от слова совсем. Сколько бы украинцев ни умерло, 100 тысяч, миллион, 10 миллионов, это просто статистика. Где-то в калькуляции, где основные статии доходов связаны именно с поддержанием войны на как можно более длительный срок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok